Всем привет! В наше время доступно огромное количество разной радиосвязной аппаратуры, аппаратуру для радиолюбителей, приемники белка-малахит, разные приемники СДР, приставки к компьютеру. Очень много доступно разных трансиверов. И несмотря на это, есть люди, которым интересно собрать собственную конструкцию. Несмотря на то, что у них есть в наличии нормальные коротковолновые трансиверы, приемники, дорогостоящая всякая аппаратура, им хочется собрать собственную какую-то конструкцию. Вот один мой друг, радиолюбитель, разработал и изготовил собственный приемник. Вот этот приемник предназначен для приема коротковолновых сигналов. Сейчас я вам о нем расскажу. Как видите, автор конструкции разместил всю схему приемников в металлическом корпусе от какого-то компьютерного переключателя мониторов или ВГА-сплиттера. Корпус металлический и такой достаточно тяжелый, я бы сказал. Внутри этого корпуса размещен еще и громкоговоритель. Звучит очень неплохо. Вы в видео слышите работу этого приемника именно с громкоговорителя. Вот здесь у нас стоит микрофончик, который записывает звук с этого громкоговорителя. Так, ну вот еще раз давайте так вот проговорите что-нибудь там о погоде, я по внимателю не посмотрю, потому что здесь сбоку стоит станция, которая, в общем-то, у которой явно выражена этот прием. Понятно, понятно. Ну что, сегодня прекрасная погода, очень тепло, плюс 16 градусов. Вот такая информация, Виктор, на приеме? Да, принято. Евгений, принято. Мне так понравилось, как этот приемник работает, как его автор подошел к разработке, конструированию, какие применил там схемотехнические решения. Мне захотелось рассказать об этом приемнике вам. Итак, это кратковолновый приемник. Работает он в диапазоне частот до 15 МГц. Выше просто неинтересно было его автору конструкции слушать эфир. Поэтому до 15 МГц в качестве первого Гетеродина используется синтезатор частоты с Алиэкспресс. Китайский синтезатор с дисплеем с индикацией. Я вам об этом синтезаторе рассказывал. Я на основе такого синтезатора сделал маяк-передатчик. И вот этот товарищ сделал на основе такого синтезатора еще и приемник. Это супергетеродин с двумя преобразованиями частоты. Первая ПЧ 10,7 МГц. По ней применен фильтр кварцевый или пьезофильтр от советской УКВ радиостанции Лен или Маяк что-то такое на 10,7 МГц. Вторая ПЧ это 500 кГц. На ней применены переключаемые МФ для верхней и нижней боковой и для амплитудной модуляции. В общем, все по классике. Продолжение следует... Что мне в первую очередь нравится в конструкции, в схемотехнике этого приемника, то что автор подошел к вопросу разработки именно с точки зрения качества приема. То есть ему совершенно наплевать было сколько этот приемник будет потреблять по питанию. Он явно не предназначен для работы в качестве какого-то малогабаритного переносного устройства, так как потребляет он достаточно много и корпус его очень тяжелый. Но при этом, во-первых, звучит он прекрасно, во-вторых, принимает очень хорошо. В качестве первого и второго смесителя использованы двойные балансные диодные смесители, которые еще и раскачиваются высокоуровневым сигналом. По антенному входу нет никаких диапазонных полосовых переключаемых фильтров, а есть только один ФНЧ с частотой среза 15 МГц, поэтому мы можем слушать до 15 МГц все подряд, включая любительский диапазон 20 метров. Никаких полосовиков они не нужны, динамический диапазон очень высокий за счет того, что примены такие крутые смесители, и поэтому ничего не нужно переключать, просто приемник работает во всем этом диапазоне, никаких проблем с внеполосными каналами приема не наблюдается. Первый ясный сигнал, чистый, немножко на одну палочку побольше. Первый почище сигнал, как бы ясненький такой, и на одну палочку диссибелл на 5 громче, а второй он на 5 диссибелл вроде как немножко это, и другой сигнал становится там, ну, видимо, там это, да, понял, там уже другой калинкор напрямую. Как я уже сказал, первая промежуточная частота 10,7 МГц, и гетеродин, то есть синтезатор, работает всегда выше, чем частота принимаемого сигнала. Удобно, что в этом в китайском синтезаторе можно задать внутри в настройках значение ПЧ. В данном случае установлено значение ПЧ 10,7, и поэтому блок управления этого синтезатора показывает корректную частоту, именно ту, на которую принимает приемник, а не ту, которую синтезирует этот самый синтезатор. Радио Победа, 77, Ульяна, Анна Ивановна, 7. Россия Победа, 77, Ульяна, Анна Ивановна. Встроенного источника питания нет, питание 12 вольт, и у меня подключен для питания вот такой литий-фирмофосфатный аккумулятор емкостью 10 ампер-часов. Два у меня подобных аккумулятора на 10 и на 26 ампер-часов с элементами прямоугольными с Алиэкспресс. Уже несколько лет использую, оба прекрасно работают, уже давно сбился со счету, сколько раз я их заряжал-разряжал, количество циклов не знаю, но очень большое. Пока все работает. Итак, питание внешнее, встроенного нет, но громкоговоритель встроенный. Органы управления, кнопочки, это элементы управления того самого китайского синтезатора с Алиэкспресс, просто выведены вот эти кнопки, плюс один валкодер или энкодер, который тоже подключен к этому самому синтезатору. И ручка управления громкостью естественной. Просто обычный аналоговый бизнес. Чука, Николай, Николай. Никита, Анна, Роман, Федор у вас есть? Так, еще раз. Анна, Роман, Федор? Ну, подключите меня к Анне, Роман, Федор. Это РУ-42 Анна. Так, РУ-42 Анна. Сейчас, секундочку, еще раз позывной. Я здесь что-то пока пропустил. Позывной. Будьте добры, его полностью. Ну, вот у вас еще один есть там в команде или в группе. Анна, Роман, Федор, по-моему, друг Павел. Да нет, прием. Тут кто-то работает. Павел, Елена, Зинаида был. Вот, что-то я сейчас пока не найду в своем бумажном здесь логе. Сейчас, одну секунду. Ну, ладно, тогда давай назад. РУ-4, Диана, принимаете? Да, принимаю. РУ-4 Антон, Антон, Р-4 АДА-3. 5-9 Максим, Подмосковья, Истрак. Нравится мне, что никаких упрощений в конструкции для переключения режимов работы, то есть модуляции, используется три МФа. Один на верхнюю полосу боковую, другой на нижнюю, третий на амплитудную. Не один МФ на верхнюю и нижнюю, чтобы смещалась только частота гетеродина, а два раздельных МФа и то же самое отдельный МФ на амплитудную модуляцию. В китайском этом синтезаторе предусмотрено переключение видов модуляции и это сделано отдельной кнопочкой. Просто есть ключики, к которым можно подключить какие-то внешние исполнительные устройства. В данном случае подключен реле, который переключают эти МФ. То есть опять-таки коммутация МФов не диодами какими-то, не транзисторами, а именно реле. То есть никаких упрощений, удешевлений, максимально все качественно с точки зрения приема. Вот сейчас я нажимаю эту кнопочку и в китайском синтезаторе, в его пользовательском интерфейсе предусмотрено отображение режимов работы и в соответствии с этими режимами работы переключаются и МФ в приемнике. Весит он достаточно много, как я вам говорил, одни только 3МФ чувствуют. Еще есть реле, динамик, корпус металлический, но зато все работает хорошо. ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Сейчас шаг частоты включен 1 кГц. Удобно, практически все радиолюбители уже давно стоят с шагом 1 кГц. Но если что, в этом китайском синтезаторе шаг меняется, можно нажать удерживать кнопочку, появляется курсор, его можно поставить под любую позицию, хоть под 1 герц и будет шаг 1 герц. Либо можно поставить под позицию 1 мегагерц, например, будет шаг 1 мегагерц. Но, естественно, мне это не нужно. Ставлю опять под позицию 1 кГц. Вообще конструкция получилась такая аккуратная, мне нравится ей пользоваться, удобно. Я на время взял у своего друга радиолюбителя. Единственное, что не хватает S-метра, индикатора уровня сигнала. Если бы был какой-то индикатор, было бы, по-моему, гораздо удобнее. Но на слух тоже, в общем-то, все уровни понятны. Приятно, что приемник не шумит практически. Если мы сейчас от него отключим антенну, то собственные шумы будут очень маленькие. Я отключил антенну. Практически вообще не шумит. Тишина. Наверное, чувствительность у него не очень большая. Не 0,1 микровольта, конечно же. Но она и не нужна на КВ. Такая чувствительность. Вот смотри, сейчас приемник вообще не шумит. Подключаю антенну. Все сделано как положено. Все сделано так, чтобы человек работал и наслаждался. Сразу игра хочет сигналы. Собственный шум очень маленький. Это к вопросу о том, что супергетеродины с несколькими ПЧ шумят, а СДР с прямой оцифровкой не шумит. Нет, шумит приемник не потому, что он с несколькими преобразованиями. Здесь два преобразования частоты. Есть второй гетеродин с частотой 10-200, есть второй смеситель. И все это все равно мало шумит, просто потому, что подобрано оптимальное усиление всех каскадов. И есть в приемнике режим амплитудной модуляции с отдельным МФ, как я вам уже сказал. Можно его включить кнопочкой переключения режимов. И можно слушать вещательные станции. Давайте попробуем послушаем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Забавные ручки применил автор конструкции. Это ручки от переносной радиостанции Motorola, типа GP340 и тому подобное. Да, забыл вам сказать, на какую антенну я сейчас слушаю. Это полноразмерный диполь на диапазон 80 метров. Однодиапазонный обычный диполь подключен к аксиальным кабелям RG58 к этому приемнику. Диполь висит здесь вот между деревьями. На небольшой высоте метров 5, наверное, от земли. Это мы слушаем с вами сороковку, 7 МГц на 80-шный диполь, то есть на антенну, которая практически не работает на этом диапазоне. Субтитры создавал DimaTorzok Забавно, на 11 МГц каких-то товарищей непонятных слышно. Даже не знаю, что это. Радиосвязь профессиональная или типа наших радиохулиганов 10-460. Ну что ж, посмотрим, как этот приемник сделан внутри. Выключаю питание, отсоединяю все разъемы и попробуем его развинчить, посмотреть. Мне кажется, конструкция должна быть интересной. Так, верхняя крышка. Динамик солидный, хороший. Довой звук такой нормальный, не писклявый, высокочастотный, а полноценный, в том числе низы есть. Хороший динамик. Смотрим, что тут дальше есть. Много плат разных, на которых собраны разные узлы этого приемника. К сожалению, динамик без разъема, отсоединить его нельзя. Ну да ладно. По крайней мере, подпаян он хорошим проводом. МГТФ сразу не отвалится. Разнообразные компоненты применены. И советское еще производство, и современные. В общем, сделан приемник из того, что было. Но видно, что человек старался. А советского производства компоненты некоторые, кстати, лучшие, наверное, в мире. Конденсаторы КМ однозначно лучшие в мире конденсаторы. И реле РС-60, в общем-то, тоже очень хорошие. Так что нельзя сказать, что старые компоненты применены. Это плохо. Старые иногда очень хорошие. В общем, видно, что человек делал в свое удовольствие конструкцию. Понятно, что всегда есть какие-то ограничения в возможностях, в наличии деталей, в наличии каких-то технологий, приспособлений. И понятно, что можно было всегда сделать этот приемник лучше. Можно было корпус свой собственный сделать, а не использовать от какой-то конструкции и так далее и тому подобное. В общем, миллион можно найти недостатков или возможностей улучшить такой приемник. Но, по-моему, все равно сделано с душой, делал человек для себя в свое удовольствие. И это прекрасно. Получилась такая конструкция, которая очень хорошо работает. По крайней мере, у меня не вызывает никаких отрицательных эмоций прослушивание эфира с помощью этого приемника. Вот такая конструкция. Это не значит, что она оптимальная, что она лучшая. Не значит, что нужно обязательно ее повторять кому-то. Просто человек сделал для себя в свое удовольствие и сделал очень неплохо. Мне нравится то, что он не хотел что-то упростить, удешевить. Понятно, что делал из тех компонентов, которые были в наличии. Но все равно получилось очень качественно, очень хорошо. Мне нравятся такие конструкции, когда нет компромиссов, а целью поставлено то, чтобы максимально хорошо приемник работал при имеющихся таких деталях. По-моему, получилось очень неплохо. Удивительно хорошо звучит этот приемник. Звук просто прекрасный. Видим хороший громкоговоритель. И как-то в этом корпусе он нормально работает. В общем, звучит прекрасно. Слушать приятно. Я сегодня слушаю этот приемник практически весь день здесь в лесу. И радиолюбителей, и всякие разные вещалки, и другие разные сигналы. В общем, все слушать приятно. Шумов очень мало. Приемник работает хорошо. Конечно, это не современный СДР приемник с красивым цветным дисплеем и так далее. Но прием прекрасный. На этом все. Спасибо, что смотрели это видео. Занимайтесь техническим творчеством, конструированием, радиолюбительством, радиосвязью. Смотрите мои видео, подписывайтесь на канал. Мой канал есть на YouTube, YouTube, Яндекс.Дзен. Ну и, конечно же, есть еще группа ВКонтакте. Здесь был Алексей Игонин. Всем пока. Не будем это видео включать.